Дорогие друзья, добрый день! Сегодня 4 января 2023 года Я занимаюсь фиалочками Поливаю Просматриваю, отбираю розеточки Которые нужно переукоренить Вот, допустим Твежемчужина Нила Моя красавица Я ее Переукореняла в прошлом году 22 В конце января, то есть год прошел Уже в общем-то Нужно заняться вплотную этой фиалочкой Потому что вот уже портятся Листики Убирать эти листья И заглублять смысла нет Потому что будут портиться Остальные листики В общем-то нужно корни уже Просматривать Обновлять, омолаживать В общем-то нужно Так что никуда я не пропала Вот Работы Непочатый край Можно так сказать Я новогодние праздники Провела вообще дома Ну, как бы Новый год сам Была в гостях у мамы В деревне Там нет связи Поэтому я вообще Не заходила эти дни Ни в Ютуб Ни на Яндекс Дзен Даже на свою страничку В соцсетях не заходила Значит, смотрите Поливаю, да Я вам сказала, что я поливаю Сейчас свои фиалочки Поливаю вот с таким удобрением Я вам его уже показывала Мастер Валагра 18-18-18 Это универсальное удобрение Так, знаете, вот по поводу воды Да, мы все очень часто Заморачиваемся с этой водой Как бы вообще принято Фиалочки Ну, как бы по-правильному Поливать Мягкой водой Дождевой Там, я не знаю С под Фильтра Осмос Вот И я, честно говоря Тоже очень много Заморачивалась с этой водой Потому что у меня Вода очень жесткая Обратный осмос Поставить Как бы особо нет возможности Во-первых Он дорого Очень стоит Во-вторых У меня Канализация Своя Да, то есть Не общая И, то есть По моим подсчетам Фильтр обратного Обратного Осмоса Да, правильно В общем-то Накладно Для меня Поэтому Я воду Использую Для полива Дождевую Если есть такая Возможность Покупала Воду Вот А Здесь вот Была у мамы Знаете Посмотрела на ее Фиалки Вот она поливает Водой Обычной Ну Там В деревне Знаете Вот Колонка Да, то есть Сквашина Своя И там Даже у нее Вода Как бы Вот Меловая Я бы даже Так сказала Да, то есть Ее надо Отстаивает Она И вот этот Мел Ну Остается на дне Ну, то есть Как бы Жесткая Да, вода И тем не менее В общем-то Она поливается И фиалки Чаще всего Вот именно Вот этой вот Отстоянной Водой И вы знаете Я хочу сказать Что Фиалки Выглядят У нее Замечательно Вот Я Поеду Их Пересаживать Вот Наверное Может быть Седьмого Шестого Седьмого Января Да, то есть На праздники И Запишу Видео Покажу Вам В общем-то Пришла Я посмотрела И пришла Я к выводу Что В общем-то Много Слишком Мы Заморачиваемся С вот Этой Вот Водой Вот Фиалки Все равно Нужно Пересаживать Раз в Полгода Раз в Год Переукоренять Поэтому За вот Этот Короткий Я бы Сказала Период Времени В общем-то Даже Если Вы будете Использовать Воду Отстоянную Из-под крана Ничего Плохого С вашими Фиалками Не случится Поэтому Вот Я Набрала Свои Водички И Буду Сейчас Поливать Свои Фиалочки Потому Что Фитильные Емкости Уже У многих Фиалок Опустили За время Моего Отсутствия Так Что Покажу Вам Немножко Что у Меня Тут Наросло Нацвело А вы Сердце Матери Вот Буду Сейчас Доставать Снимать Цветы Посмотрите Какой Букет Вод Звездочет Красотень Так Ну там Далековато Фиалочки Стоят Не видно Рапсодия Кора Красавица Зацвела Рыжий Кот Отцвел Уже Ну я Пока Не пересаживаю Смотрю Там Уже Снова Бутончики Это Мои Трейлеры Так Тут Тоже Я вот Уже Полполочки Сняла Ну Вытащила Фиалочки Ян Каприз Вот Отцвела Тоже Фиалка Но Не буду Пока Пересаживать Так Вот Там У меня Так Доставать Спрашивали У меня Лешатландский Вереск У меня Несколько Вот Кустиков Смотрите Какие Ёжики Но Пока Не цветет Так Что тут У меня Еще Ну Вот Тут Такая Вот Красота Вот Там НК Лилон Лила Моя Любимая Достану Вам Отдельно Покажу Ее Ну В общем Потому Что тут Неудобно Просматривать Можно Просто Фиалочный Лес Увидеть Красоту Розеточки Красоту Цветов В этом Лесу Сложно В общем То Рассмотреть Так Тут У меня Деточки Растут Некоторые Недавно Вот Порассаживала Вот Это Стартики Тоже Попереваливала Так Тут У меня Тоже Детки Вот Видите На Капиллярных Матах Растут Детки Здесь У меня Трейлер Рамблин Свитхард Значит Это Я Три Детки От С листика Выращивала То есть Не пасынком А с листика И у меня Получился Вот Спортик Просто Синенькие Сине Фиолетовые Такие Цветочки И Детки Было По Сорту Смотрите Какая Классная Получилась Композиция Вообще Трейлеры Кто-то У меня Спрашивал Можно Высаживать Разные Трейлеры В одно Кашпо Ну Разные Сорта Да Вот Я бы Конечно Не Советовала Потому Что Каждый Отдельный Сорт Он По-разному Кустится По-разному Раскладывает Розеточки И В общем-то Ничего Хорошего По большому Счету Не Получится А вот Со Спортов Одного И Того Ж Сорта Можно В принципе Вырастить Неплохие Такие Миксы Вот Так что Не бойтесь Если Ваши Трейлеры Выдают Спортики Там У меня Белый Жемчуг Щербакова Тоже Трейлер Стандарт По поводу Этого Трейлера Тоже Сниму Запишу Отдельное Видео Рандита Трейл Я Переукоренила Розеточку Так Видео Не записывала Но Писала Статью На Яндекс Цен Вот В общем-то Переукоренилась Розеточка Все Вернее Я даже Не Переукореняла Я Сделала Просто Пересадку Какую-то Часть Корневой Системы Я Оставляла И Буквально Вот Вчера Вечером Я У Рандиты Вот Тут Верхушечку Скавернула То есть Я хочу Чтобы Вот Эта Красота Нарастила У меня Пасынки Потому что Рандита Ну Я ни разу Не видела Чтобы Рандита Пасынковалась Сама Вот Это Такой Трейлер Который Очень плохо Наращивает Пасынки Поэтому Либо Высаживать Три Розеточки В одно Кашпо Либо же Рубить Верхушку Вот Срезать Верхушку И наращивать Пасынки А потом Уже В общем То Формировать Почему Это Трейлер Да Вот Многие Некоторые Вернее Спрашивали У меня Что Вот Рандита Ну Она Как бы Говорят Там Плохо Вытягивает Стволики Она Не Посанкуется Вот Почему Это Трейлер Ну Стволик Я вам Хочу Сказать Она Все Так Вытягивает И Она Растет Вбок Вот Видите Вот Здесь Видно Рост Вбок То Это Вот Что Еще Тут У меня Так Вот Там Роллер Ринг Буду Рубить Голову Сесси Систер Во всей Красе Цветет Радует Так Здесь У меня Так Здесь У меня Трейлер Ручки Плохо Видно Вам Бродвей Стар Трейл Сейчас Вам Отдельно Покажу Так Это Стрептокарпусы Я Вместе С вами Их Пересаживала На Видео Вот Так Вот Они Уже Подросли Так Зелененькие Красивенькие Чироки Трейл Пересадила Недавно Так Ну Тут Тоже У меня Трейлеры Это С моих Новинок Вот Еще Не Цвели Так На Этой Полочке Н Подснежник Несколько Розеток У меня Н Подснежника Так Не Все Вам Будет Видно Зацветают Все По Сорту Здесь Пасынки Буду Снимать Пасынки Укоренять Чтобы К сезону У меня Было Много Подснежников Потому Что Этот Сорт Очень Ходовой Так Вот Да Покажу Вам Вот Здесь Видно Мой Любимый Трейлер Бродвей Стартрейл Смотрите Вот Растет В пятерке Пока Что В пятерке В чистом Торфе Без Разрыхлителей Капроновая Нить У меня Здесь В качестве Фитильной Нити На Валдберис Заказывала Она Тоненькая И Вот С Торфе Фиалочки Но Сразу Хочу Сказать Что Вот Дороговато Вот Эта Нить Нужно Все равно Подбирать Что-то Подешевле Я Там Заказала Себе Тоже Капроновую Нить Она Она Уже Приехала Нужно Сходить Забрать В общем То Проверю Та Подешевле Выходит В моточке Вот Проверю Эту Ниточку И Потом В общем То Либо Вам Посоветую Либо Не Посоветую Как Она Будет Работать Так Вот Там У меня Из Новых Сортов Далеко Доставать Нужно Отдельно Тоже Запишу Видео Покажу Н Ой Л Ландыш Серебристый Похожие Розеточки С Н Подснежник Я бы Сказала Цветы Тоже Колокольчики Но Они Там Махровые Колокольчики То Н Подснежник Это Простые Колокольчики А Ли Ландыш Серебристый Кажется Ландыш Серебристый Нет Я Все Таки Вам Ее Достану Да Ли Ландыш Серебристый В общем То Здесь Махровые Колокольчики Вот Нравится Тоже Сорт Тоже Буду Размножить Быстро Растет Хорошо Цветет Ровная Аккуратная Розетка И Даже Пестролисная У меня Просто Пестролисность Как то Не совсем Выражена Но Я думаю Что Это Возможно Потому Что В чистом Торфе И плюс На удобрениях Все таки Ну Как бы Как Перекорм Азотом Получается Хотя В принципе Я Азотными Не кормлю Кормлю Универсальными Но Тем не менее Обещала Вам Показать Свою Литуанику Смотрите Здесь В одном Кашпо У меня Три Розетки Три Розеточки Вот В общем Растем Растем Тут Надо Отдельное Видео Снимать Показывать Как у меня Так вот Получилось Что Розетки Три А кустики Видите Вот это На три Головы На одном Корню Три Головы Здесь На одном Корню Две Головы Всю Зиму Я Эту Эту Литуанику Формирую Вот Сейчас Вот Она Активно Можно Сказать Пошла В рост Несмотря На то Что На Подоконнике Она У меня Растет Но Она Прям На Глазах Подросла За Какой То Месяц Вроде Бо И Световой День В декабре Очень Короткий Но Тем Не Менее Прям Я Заметила Что Выросла Выросла Я Там Отдельно Фотографии Собираю Наверное Буду Монтировать Видео Сделаю Вам Немножечко Вставочки Вообще Конечно Надо Отдельно Снимать Видео Рассказывать Как У меня Вот Это Все Получилось Но Это Еще Не Окончательный Вариант То Еще До Весны Тут Работы Хватит Формирования Так Моя Ванила Трейл Роб Сванила Трейл Тоже Девочки Мальчики Растет На Подоконнике И Видите Какое Цветение Так Что Кто Не Верит Что Фиалки На Подоконнике Без Дополнительного Освещения Могут Цвести И В принципе Довольно Неплохо Цвести В общем То Приезжайте Убедитесь Так Это Тоже Трейлер Три Розеточки В Одном Но Здесь Маленькая Такая Тарелочка Нужно Пересаживать Их Я Уже Там Выбрала Плошечку Здесь Смотрите У меня Вот Этот Кустик Прям Так Правильно Раскладывается Это Ампельный Стандарт Так Что Это У меня За Сорт Неважно Хотя Река Волга Вот У меня Этой Реки Волги Очень Очень Много Вот И Вот Именно Вот Этот Трейлер 23 Река Волга Довольно Неплохо Наращивает Пасынки И Раскладывает Правильные Трейлерные Розеточки Я бы Сказала Потому Что Я их уже вырастила Не Один Кустик Вот То есть Беспроблемные Вообще Алонг Трейл После Пересадки Здесь У меня Раз Два Три Четыре Пять Пять Голов Вот Я Рассаживала Свой Взрослый Куст И В общем То Так Вот Пять Голов В одной Такой Тарелке Пластиковой Посадила Трейл Алонг Очень Плохо Растет На Фитиле У меня Портит Листики Поэтому Вот Для этого Сорта Все Таки Лучше Всего Мне Кажется Фитильный Полив Сейчас Вам Еще Один Кустик Покажу Трейл Алонга Так Вот Еще Один Кустик Вот Этот Кустик Побольше Здесь У меня Три Розеточки В одном Кашпо Посажены Тоже На верхнем Поливе Цвел Я не знаю С конца Августа И вот В конце Декабря Я немножко Его проредила Поснимала Все цветы И в общем-то Хочу Чтобы До весны Вот Это Ну В общем-то Чтобы Он Отрос Хорошо И только Потом Зацвел Вот Выращиваю Трейл Алонги В одну Розеточку Хорошо Куститься Хорошо Наращивать Пасынки Но Там Нужно Чтобы Более-менее Кустик Получился Равномерный Да И Аккуратный Я все-таки Пришла К выводу Что Если В одну Розетку Обязательно Нужно Прищипывать Верхушку Точку Роста В конце Апреля В начале Мая Если Погода Конечно Будет Позволять Уже Начнется Сезон Отправки Фиалок Почтой Поэтому 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 Эти три месяца В общем-то Надо работать Надо готовиться Вот Так Хочу пожелать вам Как всегда Мира Добра И благополучия Продолжение следует...